Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня наша Церковь празднует память удивительного святого, кончину его жизненных трудов, его жизни, преподобного Сергия Радонежского. Человека, который стал своей жизнью, своим трудом центром объединения, восстановления Руси, которая, в общем-то, уже погибала под татарским выглом, под гнётом чуждой культуры, насилия экономического, всяческого духовного и так далее. И вот это возрождение произошло удивительно именно благодатью человека, который был монахом, человек, который искал прежде всего духовные ценности, и сказал прежде всего, что важно для Духа нашего, что живёт внутри нас, находить вот такие силы и средства для восстановления, прежде всего, изнутри. Мне очень понравилось, недавно услышано такое шуточное изречение о том, что корабль тонет не тогда, когда вода вокруг него, а когда вода в нём самом. То есть, когда опасности не снаружи, а опасности внутри, тогда корабль тонет. И вот то же самое и в человеческой жизни. Когда устанавливается правильное духовное устроение внутри человека, страны, жизни, тогда и внешние обстоятельства все выравниваются. Вот обратите внимание на то, что преподобный Сергий основал монастырь впервые в России в честь Святой Троицы. Почему? Потому что для него Троица была символом любви, противоположной ненавистной человеческой розни. Потому что Троица – это любящий, любимый и любовь. Вот то, что нам являет такой пример направления и силу жизни, источник силы, соединения, созидания, а не разрушения. Троица основывает этот монастырь и долгое время пребывает почти в одиночестве. Сначала брат ему был вместе с ним, но потом брат ушёл из-за трудных монашеских трудов. Стали собираться к нему монахи. И вот этот человек становится наставником князей. Милит князей, благословляет войско на защиту Отечества для Куликовской битвы, мы знаем. Он предсказывает Дмитрию Донскому победу, тем самым вселяет в него уверенность в том, что избранный путь правильный, что он победит, а войско противника потерпит поражение. И, казалось бы, он был самым влиятельным человеком своего времени. И, казалось бы, такой человек должен быть надменным, властным, таким очень жёстким, таким. Ничего подобного. Преподобный Сергий был удивительно смиренным. Все вы знаете такой маленький эпизод, когда он монаху своего монастыря делает крыльцо, а тот расплачивает с ним остатками хлеба. Причём преподобный Сергий не берёт плату до того, пока не закончит это крыльцо в конце дня. Когда его монахи были очень недовольны его правлением, видимо, так сказать, такими серьёзными требованиями к монашеской жизни, и хотели друг кого-то другого настоятеля монастыря, то он без всякого сопротивления собирает свои пожитки и уходит. Но потом, когда у них стало всё как-то разрушаться, жизнь как-то не заладилась в монастыря, попросили вернуться обратно, и он это сделал. Помните, как однажды он фактически воскресил умершего ребёнка, а отцу сказал, что он просто согрел его своим дыханием всё, чтобы тот не говорил о том, что такой чудотворец воскрешает мёртвых и так далее. Или такой эпизод, когда однажды к нему пришёл крестьяне в монастырь, хотел увидеть вот аву Сергия знаменитого, и никак не мог увидеть, подошёл к монашку, которая за платной подрестнички копала грот, и стал спрашивать, как бы он подпреплывал Сергий, увидеть всё. Ну, он его накормил обедом, дал им отдохнуть, всё. И уже только потом, спустя какое-то время, когда этот крестьянин увидел, что приехал князь со свитой, именно вот с этим монашком за платной рясью, он и беседует, он понял, что это и есть ава Сергий. Прибежал к нему, говорит, там, прости меня, я вот не узнал, что это ты был, вот я думал, ты просто простой монах. Он говорит, вот ты совершенно прав, и вот я и есть простой монах. Это-то не ошибается, ничего, я никакой не ава. Вот такое удивительное смирение этого человека. В это время уже престарелый митрополит Алексей, глава Русской Церкви, в то время просил быть его преемником, и хотел подарить ему драгоценный крест, как знак того, что он будет архимандритом, потом епископом. Но преподобный Серкель сказал, что он таких дорогих вещей никогда не носил, и что такое высокоположение совершенно ему не подходит. Вот такое удивительное смирение. И, конечно, это для всех нас тоже пример, что во всяких неприятностях, во всяких сложностях требуется прежде всего вот это внутреннее устроение. То, что и читается в замечательном отрывке из послания Галатам апостола Павла, плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это нам стяжать плоды Святого Духа, как позже скажет преподобный Серафим Саровский. Стяжать Святой Дух, копить его, как купцы копят деньги, например. Вот это удивительная фигура российского возрождения того времени. Интересно сопоставить с Франциском Осийском в Италии, который жил всего на полвека раньше. Вот тоже человек такого же плана, который тоже как бы в какое-то возрождение духовной жизни в Италии пошло, именно как пример вот этого человека, который любил всё, всех называл братьями-серцером, братья-серцерцером, луна и так далее. Вот мы и должны в своей жизни понимать, что нам тоже вручена вот эта страна, в которой Господь нам дал родиться и жить. Давайте вот об этом думать, и тоже стяжать впервые всё внутреннее духовное устроение, и тогда внешнее будет уже налаживаться и приходить в норму. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы именно понимали, особенно именинники сегодняшние, понимали вот это направление нашей духовной жизни, снижать дары благодати и носить бремена друг друга. И так исполним закон Христов. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.